Слушайте, это такой позор, на самом деле, когда они об этом говорят. Услан Емранович Хасбалатов до 1993 года возглавлял российский парламент. По-вашему, человек с оккупированной территорией был вторым лицом государства оккупантов? Совершенно верно. Вот эти вот кадыровцы сегодняшние, они существуют всегда при любой империи, и при любой империи зла, они всегда существуют. И у нас и раньше были свои кадыровцы. Тогда я звали по-другому. И они, да, выполняли с еще большей такой остервенелостью, с большей ненавистью, уничтожали собственный народ. Так всегда бывает. Вы говорили, что чеченцы в СССР находились в таком же положении, как и евреи в Третьем Рейхе. Разве в СССР существовали лагеря смерти с газовыми камерами? Скажите, где СССР организовал газовые камеры? Да, существовали гулаг. Там, правда, не с помощью газа, с помощью пыток, нечеловеческих условий, нечеловеческого труда. По-другому убивали просто людей, но убивали также. Да, существовало. И нас, чеченцев, ингушей, дагестанцев, в общем, кавказцев, нас просто жестко отправляли в эти гулаги просто за то, что мы исповедовали свою религию. За то, что ты что там веришь в Бога, что ли? Ты молишься, что ли? А ну-ка давай. Сколько, вы знаете, у нас отцов, дедов просто пропало без вести в этих лагерях. Были расстреляны, погибли по дороге, высылку. Знаете, сколько? Да, было. Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Слушайте, это такой позор, на самом деле, когда они об этом говорят. Они являются, как это сказать, проводниками всего нечестия на территории республики. Вот вся та грязь, которая у нас происходит и происходила, вся она происходит по их инициативе, по их поддержке, по их непосредственной организации. Вот эти концерты всяких Тимотей, Бузов и прочих, всякие грязные вечеринки в форматах Лоузер и так далее. Это все, сколько мы можем показать, демонстрировать, как Кадыров в танцах обнимается и так далее. Сколько всего этого. И потом они садятся и начинают учить народ нашим обычаям, традициям. Это смешно. Я вообще в эту, честно говоря, не вникал. Я не знаю, что там и к чему именно они там придрались, какие они дали инструкции. Но в целом от этих людей слушать что-то подобное про чеченские обычаи, про чеченские традиции, про ислам, это как, я не знаю, от представительницы древней профессии слушать про мораль какую-то лекцию, понимаете, это настолько же абсурдно. Алехандро Мак начал слушать ваш диалог с Албаковым. Спокойный, грамотный диалог, без оскорблений, приятно слушать. Очень часто вот подобные вещи мне пишут, хотя я не знаю, у меня никогда не было каких-то диалогов с оскорблениями, кроме вот представителей кадыровской власти, когда и то это они позволяли себе оскорбления, высказывания. Когда мы о чем-то спорим здесь с нашими братьями, с которыми у нас есть разногласия какие-то политические или иные, мы всегда это вроде как делаем, делали в рамках ислама, в рамках наших чеченских обычаев, традиций. Или если это происходит с представителями других народов в Кавказах, в каких-то наших общих рамках кавказских обычаев, традиций. То есть я не считаю, что мы этому должны на самом деле удивляться. Это так и должно быть. Наоборот, странно, когда люди переходят на какие-то оскорбления, уничижительные какие-то высказывания из-за разногласий, политических вопросов. Я вообще эту площадку на чеченском языке, и ютуб-канал, и телеграм-канал, я их создал как раз для того, чтобы развивать у нас вот этот внутри чеченский политический такой дискусс. Чтобы мы могли дискутировать, устраивать какие-то дебаты, делать это в рамках приличия чеченских адатов, традиций. И чтобы люди понимали, видели вот это, и понимали, что мы абсолютно нормально цивилизованные люди. И вот эти разговоры про то, что у нас там что-то, значит, Россия уйдет, и мы там друг друга перестреляем. У нас вот между вами нет согласия, вы там будете друг друга стрелять. Да нет, не будем. Вот как раз пример того, что мы вполне, имея очень много, может быть, разногласий, претензий друг к другу, но мы вполне цивилизованно, очень в таком братском формате эти вещи обсуждаем, разговариваем. Да, мы не приходим к какому-то согласию в этих вопросах. Однако, мы-то и делаем это в большинстве не для того, чтобы прийти к согласию. Мы понимаем, что диспут, спор, он никогда, в большинстве случаев не приводит к какому-то согласию. Но он, этот диспут, этот спор, он дает возможность людям оценить и посмотреть, кто прав, кто менее прав. Кто прав более, кто прав менее, то есть, за кем в данном случае следует следовать, за кем нет и так далее. Тунсо, а ты не думал, что ты являешься самой большой мечтой Кадырова, вернее, взять тебя живым и перевести тебя в Грозный? Мечта больше, чем взять Киев. Ну, им надо тогда на этих своих формах сзади написать не на Киев, а на Тунсо. И отправить их всех сюда. Нормально живут там у вас в Польше, говорите? Можно зарабатывать на жилье там. Не знаю насчет Польши, я не живу в Польше, я живу в Швеции. Здесь, ну, живут здесь неплохо. В связи с войной здесь тоже произошли определенные изменения. Вообще, в целом, по его опи цены выросли значительно. Причем, ну, практически на все. На продукты, на питание, на жилье, на все выросли цены. Но это, конечно, не фатально. То есть, это не так, как в России. Знаете, цены растут, а зарплаты остаются. Здесь все-таки государство как-то эти моменты контролирует. Что касается работы и так далее, но здесь я, конечно, не помощник. Потому что я, ну, у меня такое положение, что я не работаю. Поэтому это надо поинтересоваться у других. Услан Емранович Хасбалатов до 93-го года возглавлял российский парламент. По вашему, человек с оккупированной территорией был вторым лицом государств и оккупантов? Совершенно верно. Конечно. А как вы думаете? И всегда ведь так делалось? Вы могли бы привести пример детей имама Шемеля, которых взяли на Аман, воспитали в офицерской школе, в кадетском корпусе, как он назывался. И сделали из них офицеров. Из одного, по-моему. Так что, что здесь странного? Империя всегда так и действует. Пытается перепрошить эти коренные народы, сделать их мангрутами. Это даже есть такой термин, если не слышали, загуглите, что такое мангрут. Они делают из них мангрутов. И потом посредством этих людей, то есть это вот, вот эти вот кадыровцы сегодняшние, они существуют всегда при любой империи, и при любой империи зла, они всегда существуют. И у нас и раньше были свои кадыровцы. Тогда их звали по-другому. И они, да, выполняли с еще большей такой остервенелостью, с большей ненавистью. Уничтожали собственный народ. Так всегда бывает. Амад Дакая. Ассаляму алейкум, Тумсо. Если чекотарка грозный, это чекотарка грязный, а Даудов, это Иудов, то предлагаю назвать падишаха потным шахом. Ведь на встречах с Путиным его тело выделяет минимум 10 литров пота. Алейкум ассалям. Ну, давайте обсудим. Тумсо, согласен ли ты, что плохие привычки у молодежи, алкоголь, наркотики и прочее, все-таки больше следствие отсутствия рабочих мест? Когда человек занят делом, ему некогда заниматься ерунда. Да, не знаю, честно говоря. Я думаю, этот вопрос нуждается в изучении, в анализе. Если в регионах, где безработица выше, то там больше людей, как ты скажешь, курящих, пьющих или наркоманов, тогда это определенная статистика, конечно, говорит сама за себя. Но я не знаю, связано ли это как-то напрямую. Я думаю, если мы возьмем... Это вообще, знаете, как надо смотреть? Вот, допустим, взять, скажем, какой-нибудь либо исламский регион, либо исламскую страну, и, скажем, там, где безработица будет выше, чем в каком-нибудь, например, российском, например, городе, где безработица, ситуация с безработица будет лучше, и посмотреть, сравнить. Тогда будет понятно, если там, например, данные будут однозначные, что вот в России, там, где с безработицей положение лучше, то там, значит, меньше людей пьют, курят и так далее, чем, например, в исламской стране, где есть безработица. Тогда, да, эта логика действует. Но если нет, значит, получается вопрос все-таки не в работе, а вопрос в воспитании морально-нравственных ценностей. Субтитры создавал DimaTorzok